От пожаров до жарких танцев. Во многих районах города выходные выдались особенно веселыми. Посылки не всегда доставляет почтальон, а некоторые вещи и вовсе не следует заказывать. Почему? Озвучу в выпуске. Начнем с главного происшествия. Днем на улице Стасова новенький трамвай столкнулся с легковушкой. На видео очевидцев видно, как на место аварии прибыли машины пожарной и скорой. Возгорания не было, а вот без пострадавших не обошлось. Оба пассажиры автомобиля. Минувшие выходные выдались жаркими, и я, к сожалению, не о погоде. Сотрудники МЧС зафиксировали сразу четыре случая возгорания за прошедшие двое суток. Самое крупное произошло на Российской. Его площадь составила 300 квадратных метров. Как стало известно, горела кровля двухэтажного офиса. В тушении участвовали 36 сотрудников МЧС и 11 пожарных машин. Кроме этого, помощь экстренной службы также понадобилась на улицах Ставропольской, Дмитриевской дамы и генерала Трошева. На последней этой ночью горел жилой 16-этажный дом. К счастью, площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. И обошлись без пострадавших. Горение ликвидировали сами жители еще до приезда пожарных. Неудивительно, ведь в большинстве случаев подъезд к месту возгорания перекрыт припаркованными авто. Именно это задерживает пожарных и иногда может привести к трагедии. Водители, будьте ответственнее. Клубы и бары работают лишь до полуночи. Но некоторым в Краснодаре это не помеха. Ночной беспорядок на Красной повторился вновь. Но сотрудники полиции не заставили себя долго ждать. К ответственности за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, был привлечен водитель автомобиля 1995 года рождения. Кроме этого, на молодого человека составлены два административных протокола за нарушение правил дорожного движения. Каков заказ, такая и доставка. Житель Краснодара сделал заказ через интернет и ждал на почте свою посылку. Вот только это была не одежда и не бытовая техника. Кое-что позабористее. Именно поэтому долгожданный груз вручили не почтальоны, а оперативники. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Краевого главка получили оперативную информацию о том, что один из жителей города Краснодара может быть причастен к приобретению сбыту сильнодействующих запрещенных веществ на территории Краевого центра. Изготовив муляж посылки, сотрудники полиции поймали мужчину с поличным. В квартире у задержанного нашли целую нарколабораторию. Контрабанда должна была оказаться на улицах в виде закладок. Мужчине грозит 7 лет за решеткой. Юрки Красной Шевроли, объезжая автомобиль такси на Северный Коммунаров, и поворотник включил, и перестроился шустро. Точнее, почти перестроился. Маневру помешал степенный черный Ниссан. Двигался он в своей полосе, и маневра маленькой красной машины с ученическим знаком оказались для него полной неожиданностью. Такой же неожиданностью стало появление автомобиля такси и для другого владельца большого черного автомобиля. В последнюю секунду водитель попытался увернуться от седана с шашечками, но все тщетно. Тяжелая черная машина приняла бой и отправила такси туда, откуда оно приехало. Не только повороты представляют угрозу для целостности железных коней. Серебристый корейский седан не спеша двигался в сторону перекрестка Фрунзе и Чапаева и ехал бы дальше. Жаль, знак «Уступи дорогу» не привлек внимание водителя. А вот синий Ниссан привлек. Не обратил внимания нарядность движения, островки безопасности и скоростной режим мотоциклист на ростовском шоссе и третий трудовой. Как ехал прямо, так и ехал. Черный Вольцваген такого простить не смог и преградил мотоциклисту путь. Теперь техника из двухколесной стала скорее одноколесной. Проблема у краснодарцев есть не только с круглыми колесами, но и с круглыми кольцами. Например, с тем, что на Северной Ялтинской. Во тьме ночной автомобиль такси, возможно, спешивший на вызов, решил поторопить, пропускавший поток отечественный хэтчбэк. Впрочем, проблемы с кольцами возникают не только по ночам. На красных партизану Лукьяненко большой японский минивэн тоже куда-то спешил. На его беду «Шкода» мирно пропускала поток автомобилей. Перепрыгнуть нерасторопный автомобиль, конечно, не вышло, а вот застрять на этом месте на пару часов получилось отлично. На этом сегодняшний выпуск окончен. Пусть подобные ситуации обходят вас стороной. Увидимся в среду. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!